здравствуйте сегодня 20 марта двадцатого года скоро начнется дачный сезон и этим роликом хочу рассказать об объятии недвижимости которые в этом году предполагается выставить на сдать но на аренду объект дачи почему ролик потому что есть несколько обременений вместе с объектом вот в частности одно из них играет то есть на нашем участке сделано вот такое вот ограждение чтобы собака не убегала но при этом она имеет возможность гулять свободно на участке на котором находится предлагаемый к аренде объект собака видите крупная то есть всех кто животных опасается такого размера этот объект не заинтересует хотя для тех кого не пугает могу сказать что пес не очень уж сильно воспитанный но и не злобный немножко трусоватый но если познакомиться с гостями на уровне вот этой вот калитки то вполне себе дальше общение происходит без замечаний а теперь о самом объекте он находится расположен то есть то что сейчас кадре это дом в котором мы проживаем постоянно то есть тех кого заинтересует аренда дачи на лето будут нас довольно часто видеть но обещаем что лезть в частную жизнь никоим образом не планируем а вот собственно этот домик который предполагается сдавать в качестве дачи его внешние размеры 7 на 9 ну там жизнь 6 чем-то на 9 на теневую сторону и дело на терраса во всю ширину дома и шириной 2 метра очень удобно для утреннего питья кофе для различных посиделок на воздухе а вот собственно сам домик он сейчас в состоянии и того с террасы мы вошли в дом что представляет из себя дом сразу при входе совмещенная кухня гостиная гостиной гостиная размером примерно 4 на 5 то есть около 20 квадратных метров кухня в чистоте 9 квадратных метров то есть три на три соответственно месте помещения получается около там 28 29 квадратных метров высота потолков 270 все отделано вагонкой все внутреннее оформление все вагонка отопление камином я его показываю сегодня его топили он еще теплится в гостиной ну ладно к обоснащению вернемся чуть позже из мебели угловой диванчик для отдыха для просмотра телевизора кухне соответственно обеденный стол и полностью кухонная мебель из двух рядов это летний вход зимний вход приводит в прихожую то есть прихожая сообщается с гостиной она типа там три на три метра три на три с хвостом почему такая большая потому что иначе если бы ее убавить дверные оконные проемы начинали лезть друг на друга оформлена самая тем же самым материалом внутренняя отделка из мебели вешалка тумбочка ключница я ее называю и собственно зимняя дверь но сразу скажу дверь не рабочая потому что за ней не доделано крыльцо вот даже стоят доборы на которые должна была быть поставлена вторая зимняя дверь ей не случилось значит второй вход из прихожки в спальню спальня около 14 квадратных метров спальня большущая та же самая отделка две кровати 90 на 2 метра прикроватными тумбочками свое окно место хранения свое телевидение телевидение триколор санузел санузел вполне себе соответствует требованиям сегодняшним то есть автономная канализация свой водоразбор вода и скважина которая находится в полутора метрах от дома свой водогрей 100 литровый сейчас он стоит на 60 градусов в целом для комфортного принятия душа вот в этой душевой кабине душевая кабина сейчас немножко отодвинута из угла потому что проверялась на герметичность и соответственно стоит обогреватель его здесь не предусмотрено здесь отопление от общего камина ну и соответственно раковина с шкафчиком для туалетных принадлежностей теперь по оснащению электрическая полотенца сушила ну соответственно водораздача инженерка мало кому интересно то есть блок управления скважинным насосом фильтры входящей воды тонкий грубый расширительный бачок из комфорта стиральная машина полный автомат возвращаемся значит телевидение в спальный триколор возвращаемся в гостиную щиток электропитания то есть все разнесено по фазам сюда заведено три фазы отопление дровяное при сильных морозах в неблагоприятную погоду можно принципе использовать электронагреватели на мощности которые запитан дом хватает для того чтобы они работали розетки питания и вывод кабельного телевидения приколор тв если захочется перенести телевидение но каким-то образом реорганизовать гостиную и жилую часть перенести в тот угол а телевидение в этот кухня ну соответственно мелочевка кухонная тостер и чайник электрический безусловно индукционная варочная панель духовой шкаф электрический мойка соответственно холодная горячая вода тоже самые скважины отведение воды локальную канализацию микроволновка холодильник не очень большой но вполне себе современный с морозильной камерой выделены отдельно и самим холодильным шкафом все освещение каждый светильник разнесен то есть не а нет вру в гостиной включаются вот эти два светильника синхронно все остальные светильники могут включаться порознь то есть можно включить выключить кухонное освещение рабочей поверхности можно включить выключить общее освещение ну вот как-то так спасибо да забыл о самом главном этот дом введен в эксплуатацию в семнадцатом году три соответственно сезона половину семнадцатого сезона половину весь 18 и весь 19 здесь проживали родители моей жены то есть моей тесте теща то есть следы пребывания то есть это не свеже сданы несвеже введена в эксплуатацию дом следы пребывания людей здесь будут но они минимальные люди были пожилые время был шквал люди были аккуратны и то есть ничего особо не повреждено не поцарапано не испорчено все электроприборы исправны работоспособны ну и в общем после нашей уборки здесь вполне себе порядок и чистота спасибо